Добрый день, Володя! Добрый день, Руслан! Сегодня у нас в гостях призёры пятого юбилейного фестиваля «Золотой трюк Кобзова», которые только что вернулись с Одессы с наградами, где они выступили своей новой постановкой «Номер Маски». Володя, мы тебя знаем, все цирковые тебя знают, ты у нас заслуженный артист, много постановок твоего номера, «Люди в чёрном» очень был популярный. Расскажи о том, почему ты решила сделать новую постановку, как ты выступил на фестивале, какая была атмосфера, как встречала одесская публика, расскажи немного. Ну, новую постановку, ну, уже хочется всегда обновляться, да, не сидеть на месте, уже куда-то расти, вот, поэтому была идея поэкспериментировать, сделать что-то новое, оригинальное. Пригласили режиссёра Евгения Шевцова, который со мной работает уже много лет, вот решили попробовать какой-то новый вариант, да, вот с масками, с новыми костюмами, которые могут светиться в темноте, попробовать акробатику попрыгать, не при свете, а более, чтобы костюм поиграл. А кто был художником по костюмам? Ой, вот сейчас очень хорошая девочка, да, она тоже с Женей Шевцовой, я вам фамилию, если там уточнить, попозже я вам скажу. Просто надо помнить всех людей, которые занимались нашим номером. Поменял ли ты только постановку или новые партнёры появились? Да, я вот ещё к тому, что у меня пришли молодые ребята, 4 человека, очень рвутся в бой, очень хотят работать, и поэтому, как бы, и новая кровь, и вот новая постановка, и вот всё это, как бы, в одном сложилось, и вот мы попытались предоставить публике новый какой-то продукт. Руслан, ты из нового состава? Нет, из старого. Руслан, у нас, мы почти уже... В 2001. Да, с 2001 года вместе. Как тебе, Руслан, новая постановка? Комфортнее работать было? Или уже привык к старому номеру? Нет, ну, было непривычно сначала в новой постановке, в новой костюме, ну, привыкли, надо было показывать новую постановку, долго репетировали, ну, нормально. Ну, как приняла Одесская публика? Одесская публика, вы знаете, ну, мы поехали, как-то немножко было внутреннее напряжение, ну, знаете, совершенно, вот как вы дома были, да, все и на улицах, и где-то в других местах относились к нам совершенно нормально, все говорят по-русски, с нами по-русски. Многие узнают, что по акценту Гитару из Москвы, я говорю, да, у вас акцент, да, слышим. Вот, мы отработали, по-моему, первое представление, у нас там не получался трюк, ну, там немножко у нас скользкий костюм получались, еще не опробованы были, вот, и у нас там зал вставал, даже были, там хлопали, Россия, Россия, давайте. То есть поддержка была? Да, поддержка была, отношение к нам очень хорошее, то есть я не могу сказать, что как-то к русским относились все со всех сторон. Как, Володь, оцениваешь уровень фестиваля? Все-таки это довольно престижный фестиваль и среди зарубежных гостей, и среди артистов стар. Да, сейчас вот с каждым годом он все популярнее и популярнее, больше артистов приезжает, у нас было две программы по четыре часа, то есть такое очень много артистов было. Ну, и не бывает артиста несильного, да, понимаете, судит же зритель, да, и чтобы, может быть, нам и не нравится, да, а зрителю нравится, поэтому любой труд, чтобы они не делали это, в манеже все отдавались полностью, со своими трюками, со своими новыми постановками, костюмами, ну, всегда сильные, не приезжают слабые номера. Ну, вы довольны, Руслан, ну, вы довольны оценкой публики, приемом публики именно вашего номера? Да, нас очень хорошо принимают, да, овации были, кричали. Зрители подходили. Да, да, очень приятно, да, вот, не даст соврать, мы кофе с ним покупали, нам девочка выбежала, говорит, моя мечта осуществилась, дайте я вам пожму руки, такое счастье, говорит, вы нам доставили, ну, приятно, да, и приходят люди, говорят, мы еще, вы будете работать, там, программа «Финал», там еще, надеемся, все, мы убежали, еще беды купим, то есть, ну, вот. То есть вы стали, можно сказать, звездами, да? Ну, в какой-то степени, да. Володь, ну, где теперь можно, вот, тем, кто захочет посмотреть новый вариант номера, где можно увидеть? Ну, сейчас у нас гастроли в Кисловодск, так что приезжайте в Кисловодск. Хорошее время в Кисловодск. Да, то есть там тепло, и приходите в цирк, посмотрите нашу работу, вот. Ну, а в дальнейшем надо следить за анонсом наших переездов, куда направят, там и будем работать. Ну, спасибо вам, спасибо большое, удачи, поздравляем еще раз с победой. Спасибо. Всего вас слава, вас без цирка. Спасибо. Акробаты-вольтежеры Вавиловы. Российская государственная цирковая компания. Аплодисменты. Акробаты-вольтежеры Вавиловы. Хейба! Что за то дело-то, а? Хей, давай, давай! Хай-га-га-га-га-га! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok